Субтитры создавал DimaTorzok Помните эту песню, Дух Господа Бога на мне, мы ее несколько лет уже поем. Эта песня была в первом диске Шавей Цион. Когда я слышу эту песню, я вспоминаю самое начало, это часть нашей традиции, часть нашей культуры. Для меня это очень нерадостно. И как Леон сказал, я буду сегодня говорить про десятины. И, возможно, здесь есть новые люди или те, которые пришел первый раз, и так получилось, что именно эту проповедь вы услышите. Обычно, как уже Леон тоже сказал, мы практически не говорим на эту тему. Может быть, за свои двадцать лет в вере я говорила об этом раз или два. К своему сожалению. Я, когда женился, мы женились с Оле, и мы были очень молодыми. 19 лет нам было. И наши родители были новые репатрианты. И у нас не было никаких вложений. Вообще не было денег. Наоборот, мы очень нуждались. А потом, со временем, у нас родились дети. И ламда, а не ламадти, вегам авадти, беносав. Оле училась, я учился, и также параллельно работал. Азаматсава, калкали, я мауд, мауд, каше. Экономическое положение было очень сложным. И мы даже не могли детям позволить какие-то вкусные вещи, которые сегодня ты просто покупаешь в супере и даже не смотришь сколько это стоит. Мы детям не покупали корнфлекс. Наши дети не знали, что это. Добро пожаловать на книги, где-то, где-то, где-то. Ну, может быть, сосиски из такого фастфуда, самое основное. Но, слава Богу, мы всегда умели справляться. Неважно, сколько я зарабатывал, всегда было достаточно для всего. Если теоретически разобрать все доходы и расходы, то давно я должен был быть уже в минусе, но никогда этого не было, всегда нам хватало на все. И до сегодняшнего дня я видел Божью руку в своей жизни. Как Бог верный поднимает меня шаг за шагом. У меня не было такого скачка в один день, я бы не проснулся богатым. Но потихоньку Бог работал и работал, и день за днем я видел даже улучшение в своей экономической ситуации. И сегодня я знаю точно сказать, почему это произошло. Мы всегда знаем, что Бог верен. Но также Бог требует верности от нас. Я был верен в своей десятине. Для меня это было самое важное. Неважно, сколько я зарабатывал. Я всегда умела отдать Богу ту часть, которая позаповеди ему принадлежит. Даже если это было совсем немножко, я давал. И если это было много, я тоже давал. Когда у нас мало, мы думаем, ну мне и так мало, откуда мне еще давать? И ты думаешь, если бы я зарабатывал намного больше, вот мне было бы легче отдавать. А я вам могу сказать, что когда вы за работой получите большую зарплату, еще труднее вам будет отдать. Потому что 10% будет намного более большая сумма, которую вам нужно будет отдать. Неважно, сколько вы зарабатываете. Только все зависит от вашей верности. Я могу сказать, что только из-за своей верности я видел благословение, я хочу поделиться своим опытом с вами, чтобы у вас также пришло это благословение в вашу жизнь. Я могу сказать, что мы сейчас не пытаемся здесь призвать кого-то, чтобы приносили больше денег, чтобы у нас было больше. И на самом деле это неважно, ну или он пошутил, собрать пожертвования до проповеди или после, это вообще не имеет значения. Потому что важно, чтобы вы приблизились к источнику благословения. И оно сможет изменить вашу жизнь. Я хочу разделить свою проповедь на несколько пунктов. И первый пункт, какие десятины были во время Торы, во время Моисея. Какую заповедь Бог дал относительно десятины. Вы понимаете, сегодня мы думаем, 10% это очень много. Но если вы увидите заповедь относительно десятины, вы поймете, что тогда они давали намного больше, чем мы это делаем сегодня. Первое, от чего все начинается, называется пожертва. Пожертвование, которое человек приносил священнику. Это пожертвование не определялось процентами, ты мог принести один, два, десять, пятнадцать, пятьдесят процентов. И совершенно неважно, что ты должен был принести. Это был подарок для священника. Это первое, что было, называется пожертвование. После того, что вы получили эту труму, вы должны были обвести маосер, что это 10% из всей охлажды и отчетности. Потом, после пожертвования, была десятина. Десятина, это было 10% от произведений земли и скота. И Десятина шла левитам. Потому что левиты служили в храме и своих доходов у них не было. И Бог ставит ударение на то, что служение мне и работа в святилище очень важна. Он говорит, из-за того, что левиты сами себе на жизни зарабатывают и постоянно служат, то их нужно поддерживать. Азем, אנשים аю церрихим леви это ахи тов ше יש лаяем к маосер левиим. И поэтому 10% от самого лучшего, что было у людей, они должны были отдавать левитам. А левиим аю маосер мима шеем киблу лекуаним. А от того, что левиты получили 10% десятину от народа, они также отделяли 10% для священников. Представьте, что когда левит получал самое лучшее от народа Израиля, это самая лучшая, десятую часть от самого лучшего он давал священнику. И это называлось десятина от десятин. Также называлось святое святых. Аз, вот мы видим, у нас есть пожертвования, потом десятина, десятина первая. А после первой десятины была вторая десятина. И, кстати, все, что я сейчас рассказываю про десятины, вы можете прочитать в книге числа 18 глава. И также второзаконие 14 глава. Что значит вторая десятина? Это масяр, что бен адам айя сам бацадь от 10 ахуз, так что вуз, то мерет, это кварь 20 ахуз, афилу афилу יותר. Вторая десятина это 10% от 10%, которые человек откладывал, и это было, получается, больше, чем 20%. Потом он дал 10%. И от того, что остается, он дает еще 10%. И это не обязательно, что это были деньги, это было вся, весь его зарпадок от любых источников. Он должен был использовать это для себя. И он использовал это, приходя в праздники в Иерусалим, празднуя перед Богом. Поднимите руку, кто любит отпуск. Все любят. Отпуск, поездки, куда-то поехать, получить удовольствие, все любят. А кто, как минимум три раза в год, позволяет себе это делать? Не все. Практически нет рук. Это одна из проблем, когда мы не умеем проводить время благодаря Бога. потому что Бог дал заповедь отложить деньги в тот день, чтобы праздновать перед ним. Чтобы я мог почувствовать себя свободным и снять себя всю эту бремя работы. То есть вторая десятина была для тебя самого. Возможно, вы будете думать об этом и использовать это в своей жизни. и тогда вы сможете приходить перед Богом и праздновать перед Ним. И тогда мы не будем себя чувствовать постоянно уставшими и без сил. Потому что человек нуждается в отпуске. Но если сегодня не будешь откладывать на свой отпуск, то ты в него так и поедешь. Каждый третий год была еще одна десятина. Вместо этого было десятин и десятин которые кроме того что ты откладываешь для себя 10% нужно было отдавать бедным. То в шесть и шесть были нужны от чего ты сом ты сом себя сом на третий на шестой год то что ты отложил для себя ты отдаешь бедным. Что у нас сегодня есть для этого? Вы знаете фонд национального страхования? Битух леуми Каждый работающий человек платит фонд национального страхования Мы платим каждый месяц Это те вещи которые укрепляют бедных людей которые в этом нуждаются Если вдруг мы теряем работу и оказываемся в сложной ситуации мы можем обратиться в битух леуми И эту заповедь хотите или нет вы исполняете в своей жизни Вот у нас есть пожертвования первая десятина вторая десятина один раз для себя другой раз для бедных И поэтому люди платили как минимум 20% от всего что они получали Это много? Кто-то сказал это зависит от уровня заработка от чего? От чего? ты готов пожертвовать это правильно мы сейчас будем говорить об этом помнишь помнишь Богу десятину, а кесарю налог согласно закону. И сегодня мы платим так называемому кесарю в налоговую инспекцию. А Богу мы отдаем то, что мы должны, это наша десятина и битух леуми. Когда мы посмотрим глубоко в Писании, то когда говорили про десятину, в основном говорили про сельское хозяйство. Почему говорили про сельское хозяйство? Потому что в основном этим занимались люди. Они не сидели в интернете и составляли рекламу. Или под кондиционером в офисе, покупая на бирже. Таких вещей раньше не было. В основном все занимались сельским хозяйством, и поэтому их десятина также была от произведения земли. Но если мы будем глубже изучать Писание, то мы увидим, что десятина не всегда связана с сельским хозяйством. В ее термине это, а маасер улёба, кше егию о митсвот баар Синай. Это было 4 кодем. И десятина не пришла вместе с заповедями на горе Синай. Она была намного раньше. Я вам дам несколько примеров. А догма решена, это решение, чтобы решить перек 14. Первый пример описан в «Битие» в 14 главе. Это сипор о Евраам когда он приехал от Лота и отправил его в дом. Он ницел 5, он не забыл, 4 млакихи, он поднялся от каждого шалла и хозил его в дом. Он держал победу над 4 или 5 царями, не помню, забрал их имущество и вернулся домой. И вот он встретил Мелхицедека. Мелхицедек благословляет его и Авраам дает ему десятину. Я прочитаю с 19 стиха сразу на русском. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. И дал Авраам ему десятую часть из всего». Что значит, что он отдал ему десятую часть из всего? Он ему сельскохозяйственные предметы принес. Он объявил от כל шалал у него маленькая котомка. У него масло оливковое. Потом он видит сон и весь этот рассказ когда ангелы спускаются и поднимаются по лестнице. И потом он достигает такого места в своей жизни, где он говорит, «Бог, если ты будешь со мной благословишь меня от всего что я заработаю и я дам тебе 10%». Что он делает? Он берет последнее масло которое у него осталось и поливает на этот камень. Возможно, вы скажете, легко так делать когда у тебя и так ничего нет. Но когда вы доходите от этого момента, когда нужно это сделать, это очень сложно. Потому что ты, может быть, раньше этого никогда не делал. Ты не привык к этому. Но вот ты дал обед и ты должен его исполнить. Когда он говорит, «Я дам тебе от всего, это значит от всего, не только от сельского хозяйства». Это несколько примеров, которые мы видим, которые были еще до 10 заповедей, которых Бог нам дал на горе Синай. Например, Каин и Авель. Не написано, что это было 10. Но они хотели от того, что Бог дал им, от того, чем они занимаются, дать ему жертву благодарения. И никакой заповеди они относительно этого не получили. Они это сделали от сердца. Поэтому нам очень важно понять, что значит 10 и в чем ее смысл. как Масер, он говорит, выведет от талют тебя между ими. Потому что 10 показывает твою зависимость от Бога. Это когда ты говоришь, Богу, Господь, все, что ты делаешь в моей жизни зависит только от тебя. Наша десятина Богу это наша благодарность ему за то, что он нам дал. Поэтому неважно есть у тебя немножко, много или меньше. Потому что человек который смотрит и говорит, но у меня нет денег, от чего мне давать? это проблема, потому что он смотрит и сосредотачивается на себе и на своих способностях. Он сосредотачивается на тех фактах, в которых он живет. И та у него нет зависимости от Бога. Но человек который умеет доверять Богу и зависит от Него неважно в каком состоянии он находится. Он знает, что Бог о Нем позаботится. Он знает, что даже если у него есть чуть-чуть, Бог так позаботится, что ему на все будет хватать. И это то, что я в своей жизни видел и знал. Даже когда у меня было немножко, я видел как Бог благословляет меня. Поэтому нам важно знать, что наша десятина, это наша зависимость от Бога. Она показывает, что мы зависим от Бога. Кто-то когда-то задумывался, почему именно 10%, не один, не двадцать, а именно 10? Почему Авраам отдал именно 10% от того, что у него было? Есть какие-то идеи, почему 10? У каждого числа в иудаизме есть значение. И у цифры 10 в иудаизме это означает единство. Мы знаем 10 заповедей. Мы знаем, что Бог сотворил 10 словами мир. 10 казней он дал Египту. 10 человек это Миньян. У нас есть 10 дней покаяния от праздника труп до Дня Искупления. И есть еще очень много значений цифры 10, когда ты можешь соединиться с Богом. Это возвращает тебя к началу, к тому, кто ты есть на самом деле. Не к тому, кто ты, а к началу это Бог. Когда мы даем 10, мы соединяемся с Богом и говорим Я вместе с тобой. Но сейчас я хочу поговорить о некуда самый важный пункт в своей проповеди. Это отношение к 10, отношение людей, отношение Бога. Поэтому если кто-то заснул, вдруг сейчас проснитесь. К сожалению, отношение к 10 менялась от поколения в поколение. И были люди, которые жертвовали и давали и видели благословение в своей жизни. Но были те, которые давали минимум. Что это значит? Иногда мы здесь есть люди, которые когда-то не знали. Сейчас я вам открываю на это глаза. как они работали и как они работали в свое время. Ты идешь и даешь что-то. ну вот 100 шекелей ты положил. От всего сердца положил. Ты рад и ты доволен. И благодаришь Бога. Но это не десятина. Потому что если ты зарабатываешь 20 тысяч и даешь 100 шекелей это не десятина. Даже если ты это от сердца сделал. Ты сделал это от сердца? Да. Десятина ли это? Нет. Поэтому очень важно знать что когда Бог говорит про десятину Он говорит о десяти процентов. Поэтому если ты дал маленькую часть это хорошо но это не десятина. Возможно это называется пожертвование. Поэтому очень важно понять что десять процентов это от того что ты зарабатываешь. Как люди их относятся и поэтому к сожалению люди относились раньше так и до сих пор относятся к десятине вот я дам ну вот что могу от всего сердца и поставлю ВИ что я что-то положил в коробку пожертвования. А второе плохое отношение это когда люди отдавали самое плохое что у них есть. У них есть стадо у них есть производство сельского хозяйства и тогда они собирали урожай все самое плохое собирали и отдавали Богу. Вы знаете иногда в суперах есть такие отдельные места фруктов и овощей которые вот-вот сгниют. Написано там акция. А иногда даже есть когда выносят за пределы супера и забираете бесплатно. И поэтому люди которые в основном могут быть нуждающиеся перебирают эти овощи и фрукты и возможно для себя что-то находят. И поэтому вот такое вот ты собираешь приносишь Богу и говоришь Господь спасибо тебе. Какое это отношение? это ты отдаешь ему остатки того что ты сам не будешь есть. Вместо самого хорошего ты приносишь ему самое плохое. И такое отношение тоже существовало когда-то. Подумайте каким образом сейчас мы можем это в своей жизни исполнить. Есть были те которые вообще ничего не приносили Богу. Зачем мне это надо? Я собираю. У меня есть деньги я могу их тратить. могу купить это или другое это замечательно. И ты думаешь что теоретически это правильно. Если ты не будешь отдавать то у тебя будет больше. Но на самом деле чем больше ты даешь Бог больше благословит тебя. еще одна очень важная часть я хочу сказать как Бог относится к 10 сентября. Давайте мы прочитаем вместе книгу Левит 27 главу. 30 стиха я читаю. Левит 27 30 они крабы русит. И всякая десятина на земле из семян земли из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою то пусть приложит к цене ее пятую долю и всякую десятину из мелкого и крупного скота и все что происходит под джезлом десятый должно посвящать Господу не должно разбирать хорошее или худое не должно заменять его если же кто заменит его то и замен его будет святынею и не может быть выкуплено. О чем здесь говорится? Если вы прочитаете главу и несколько стихов до этого то вся эта тема говорится про заклятие Заклятие это то чему нельзя нельзя претерстанция это может быть чем-то хорошим или плохим это нужно или уничтожить или для Бога я дам вам пример когда израильтяне зашли под руководством Yeshua в эту землю то Бог сказал ну не все а все золото под заклятием нельзя было забирать себе это золото и один человек его зовут Ахан он взял из-за заклятого и себе в палатку спрятал и из-за этого весь народ Израиля получил проклятие они вышли на войну на достаточно легкое сражение с чем могли справиться запросто и они проиграли еще раз вышли еще раз проиграли очень много человек там погибло и они не поняли почему потому кто-то прикоснулся к заклятому кто-то прикоснулся к святыне которой нельзя было прикасаться поэтому Бог сказал святыня а десятина это святое это не твою и к нему ты не должен прикасаться помните человека по имени который прикоснулся к к ковчегу завета к ковчег завета это была святыня которой человек не должен был прикоснуться к но он хотел от всего сердца помочь чтобы ковчег не упал чтобы поддержать его но он прикоснулся и умер на месте таким образом Бог относится к десятине он говорит это святое это не твое я хочу прочитать из книги Малахии 3 главы 7 стиха обратитесь ко мне я обращусь к вам говорит господь Сиваот вы скажете как нам обратиться можно можно ли человеку обкрадывать Бога а вы обкрадываете меня скажите чем обкрадываем тебя десятиною и приношениями проклятием вы прокляты потому что вы весь народ обкрадываете меня принесите все десятины в дом хранилища чтобы в доме моем была пища и хотя в этом испытайте меня говорит господь Сиваот не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка Бог говорит если ты прикасаешься к десятине к святому то ты вор ты получил от меня благословение а 10% ты не положил в сторону чтобы отдать ты украл у меня ты вор и он говорит и все что тебе положено это проклятие возможно есть люди которые сидят и слушают и говорят но я не видел проклятие в своей жизни я не даю десятину как положено но я не видел проклятие в своей жизни все вроде бы у меня неплохо но ты возможно не увидел благословение Бога и это проклятие может прийти в разных вариациях вы знаете такое выражение работает для дырявого кошелька ты работаешь у тебя есть деньги но все время тебе не хватает постоянно у тебя минус в банке это не всегда проблема десятины иногда это проблема человека который не умеет рассчитывать свои доходы и расходы и он может давать десятину как положено но всегда ему будет не хватать поэтому здесь уже нужно просто мудрость и знание как управлять своими финансами но это это зарабат но иногда ты много зарабатываешь но у тебя постоянно это сломалось это испортилось это ты потерял и постоянно нужно все новое траты это уже называется часть проклятия когда мы не отдаем нашу десятину и ты можешь сказать что у тебя машина не ломается у всех ломается но все равно ты видишь находишься или ты под проклятием или в благословении есть ли улучшение и поднимаешься ли ты наверх или ты постоянно находишься в том же месте и твоя верность в этом очень важна еще один пункт это то что я слышал что мне сказали из зала по-моему Макс что важно давать доброхотно с правильным отношением в сердце с радостью когда вы приходите можете поблагодарить человека который для тебя что-то очень хорошее сделал вы это делаете с радостью или с грустно как вы это делаете с радостью ты ты хочешь дать ему намного больше чем ты даже можешь если ты не можешь то хотя бы словами ты благодаришь его его таким образом Бог хочет чтобы мы благодарили его нашими десятинами с радостью не так ой блин опять надо эту десятину отделять вау и здесь я подарок получил здесь 10% отдавать вместо того чтобы сказать отец мы благодарим тебя и здесь ты благословил меня и здесь и что я могу воздать тебе еще больше я дам и я увижу еще больше твоего благословения от всего сердца я хочу прочитать несколько мест писания из нового завета 2 коринфинам 9 глава 2 коринфинам 9 6 при всем скажу кто сеет скупа тот скупа и пожнет а кто сеет щедро тот щедро и пожнет каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением ибо доброхот надающего любит Господь Шаул говорит отдавать с радостью от всего сердца есть еще один пункт я возможно его пропущу но это из нового завета когда говорят что все десятины они предназначены для того чтобы поддерживать служителей общины возможно мы не сильно к этому привыкли но это вполне нормальная ситуация когда лидер общины который работает может получать зарплату от наших пожертвований то же самое когда левиты постоянно служа Богу получали от народа десятины сегодня служители общины которые работают вместо того чтобы работать в других местах могут жить с этих десятин я дам вам только местописания прочитайте их дома первая Тимофея пятая глава 17 18 и также первая Коринфянам девятая глава седьмого стиха Важно понять что когда мы прочитали из книги Малахии Бог говорит что когда вы забираете принадлежащие мне десятин и таким образом крадете у меня то вам приходит проклятие что это значит если мы не даем десятин и мы открываем дверь для сатаны он может воровать у нас давайте мы вернемся к Малахии Бог говорит что я запрещу пожирающим у вас чтобы они не приходили и не забирали у вас когда мы под проклятием то есть постоянно кто пожирает наши деньги наши заработки это то что мы говорили дырявый кошелек я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих говорит Господь цива и с другой стороны у нас есть благословение от Бога он говорит если вы приносите десятины вы можете испытать меня он говорит я открою небеса до бесконечности есть такое выражение до бесконечности то есть все благословения предназначные для вас вы получите я вам расскажу несколько рассказов о своей жизни я сказала вначале что я видел как Бог поднимает меня постоянно на первой своей работе на которой я работал было там семь лет я работал инженером и это было место где не поднимают зарплату ну так не было принято на этой фирме поднимать работникам зарплаты то есть если ты новый работник ты можешь прийти откуда и получить намного больше чем люди которые там высоких технологий я говорю не про то что поднимают зарплату на шекель в час я говорю про глобальные зарплаты когда тебе поднимают на тысячу на две на три тысячи шекели и я в том месте где работал я был верен в своих десятинах в мешок шево шаним илю ли маскорот шалош пам 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 их илю маскорот кше хивра айта беба я один раз мне подняли зарплату когда у фирмы были проблемы у них не было денег и они начали сокращать все трудников а мне подняли зарплату я просто увидел благословение от бога еще один такой тип для вас я всегда давал обед богу и я покрайней мере в своей жизни видел что когда я даю обед и я верно в этом обеде стою то оно ускоряет благословение и даже в писаниях мы видим когда ты даешь обед богу то есть благословение где то мол то все то что делаю и например я давал так обед если ты ты мне дашь определенную сумму то все что свыше я раздам людям Например, если я получаю 10 тысяч, а мне дают 13, то 3 тысячи я обещал раздать людям, и я это делал. Бог говорит, хорошо, я слушаю, я услышал тебя. И вдруг приходит зарплата, и мне ее поднимают. И тогда всегда происходит катастрофа. Хабрэ, это было каждый раз. Каждый раз. Или машина сломалась, или холодильник, что-то такое большое, дорогое, как будто проклятие действительно в жизни. И я вижу, что даже с добавками у меня не хватает денег, чтобы починить то, что сломалось. И все свои обычные ежемесячные расходы покрыть. Но если я давал обед, то я его верно сохранял. И я знал, что это испытание от Бога. И я тебе могу сказать точно, когда ты дашь обед, придет испытание. Это две вещи, которые приходят вместе. И я давал эти деньги, несмотря на то, что залетал в минус, исполнял свой обед, и я видел, что уже на следующий месяц Бог воздавал так, что на все хватало. Когда мы верны, то Бог верен. Я дам вам еще один пример. Я действительно видела очень много благословений финансовых от Бога. Бог помог мне купить хорошую квартиру и хорошую машину. Я уверен, что все потому, что мы, как семья, были верны в десятинетях. Мы, как семья, когда княли байт, два года назад, мы, как все, купили дом и взяли мешканту. Мы, как все, как княли байт, но не как княли байт. Мы, как все, как княли байт. Мы как все взяли мешканту, но не как все купили дом. Правильно? Машу как-то. То есть 200 шекелей, если бы нам подняли, это максимум, в чем бы мы выстояли. В последний год что случилось? Кто-то знает? У многих мешканта поднялась. Роину, что мешканта в прошлый год у нас в 1,000 шекелей. Мы увидели, что выплаты поипотечной суде за последний год у нас поднялись на 1,000 шекелей в месяц. Но я даже об этом не думал. Я знал, что я уповаю на Бога и Бог все разрешил. Я верен, и Бог будет верен, и Он всегда верен. И вдруг выходит новый закон что дают привилегии определенные людям, у которых есть дети определенного возраста. И вдруг получается что я плачу меньше налога и эта сумма покрывает мне ипотечную суду. И мы видели такие чудесные вещи в нашей жизни постоянно. Почему я вам все это рассказываю? Еще раз, потому что я хочу чтобы вы тоже получили благословение от Бога. Потому что десятина это ключ к благословению. Она открывает небеса. она соединяет нас с Богом. И это говорит «Абба, ты и я мы вместе». И десятиной верной вы говорите «Господь, я и ты, мы едины, мы вместе». И потому что ты со мной я все пройду. Аминь? Аминь. Аминь. Спасибо большое. Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok